Каждый день приносит научные сенсации, которые противоречат нашим представлениям о жизни. Последние находки археологов опровергают учебники истории. Новейшие открытия астрономов начисто ломают знания о Вселенной. А достижения биологов рушат, казалось бы, незыблемые истины даже о жизни и смерти. Хотим мы этого или нет, но знания, накопленные человечеством, все чаще оказываются территорией заблуждений. Космическая загадка. Почему вода – самое уникальное вещество во Вселенной? С помощью воды можно смотреть и прошлое, и будущее, и то, что на Земле, и под землей, и в воде, и в воздухе, и даже в космосе. Опасная зона. Может ли вода снова уничтожить население планеты? Потопы у нас идут постоянно. Обитатели планет. Где искать жизнь в Солнечной системе? Все эти планеты, которые земные группы в Солнечной системе, они вот такую примитивную жизнь, они все имеют. Двойник Земли. Тайны планеты Кеплер-22би. Если там есть участки суши вдруг какие-то, то по ним могут бегать какие-то звери. Принято считать, что человек – единственное разумное существо на планете. А между тем, сегодня ученые утверждают, рядом с нами живут существа во много раз умнее нас. Мощная и таинственная цивилизация делит с нами нашу планету, а мы об этом даже не догадываемся. Но что это за цивилизация? Где она обитает? И почему мы о ней практически ничего не знаем? В мигах по биологии. Млекопитающие эволюционировали в современного человека. Принято считать, что никаких разумных существ в воде не осталось. Все они ходят сейчас по Земле. Но есть факты, которые доказывают, что эволюция происходила и в воде. Причем таким образом, что там вполне могли появиться разумные существа. Это японский жёлоб. Он находится в Тихом океане, недалеко от Хонсю, самого большого острова японского архипелага. Глубина жёлоба 8,5 километров. Казалось бы, на такой глубине не может быть ничего живого, тем более разумного. Однако недавно выяснилось, что, скорее всего, это не так. В октябре 2008 года, вот на этом батискафе Шинкай-6500, на глубину в 7 километров 700 метров опустилась группа японских учёных. Целью подводной экспедиции было изучение океанического дна и поиски эпицентров подводных землетрясений. Правда, завершить подводную экспедицию не удалось. Как только батискаф погрузился на максимальную глубину, в нём начали барахлить электроприборы, а потом, по словам учёных, что-то огромное вынурнуло из темноты и перегрызло провода видеоаппаратуры. Я изучал этот случай. Это было живое существо, которое сегодня неизвестно науке. В акватории Мирового океана таких тысячи. Почему оно проявило агрессию и вывело из строя аппаратуру дайверов, непонятно. Может, это хищник, который почуял угрозу, а затем скрылся. После этого японский батискаф опускался на такую же глубину ещё несколько раз. Но ничего подобного больше не происходило. Так может, исследователям в темноте океанского дна просто что-то почудилось, а аппаратура сломалась, потому что батискаф за что-нибудь зацепился? Возможно, это действительно так. Но странные случаи с подводными батискафами происходят с пугающей регулярностью. Например, в 2005 году, почти в том же самом районе Тихого океана, авария случилась и с российским батискафом АЭС-28. Во время планового погружения недалеко от берегов Камчатки он оказался обездвижен. Создавалось впечатление, будто батискаф кто-то держал, не давая погрузиться на заданную глубину. Операция по спасению длилась ровно три дня. Вызволить батискаф пытались военные суда, но вытащить его удалось только лишь после того, как были привлечены английские и американские спасательные аппараты. Что же стало причиной этой странной трагедии? Согласно официальной версии, российский батискаф запутался в рыболовецкой сети, однако согласились с этой версией далеко не все. Дело в том, что в этом районе Тихого океана рыбная ловля никогда не велась вообще. Но даже если это и была сеть, запутаться в ней батискафу было невозможно. Грибные винты аппарата защищены специальными механическими устройствами. Именно тогда впервые ученые и выдвинули версию о том, что, возможно, какие-то неведомые науки подводные существа населяют глубины Мирового океана и время от времени вмешиваются в наши земные дела. В океанах водятся гигантские спруты, достигающие нескольких десятков метров в длину. Почему? Чисто теоретически, силы такого существа хватило бы, чтобы удержать батискаф. На глубине обитают тысячи организмов. Очевидно, что некоторые из них могут логически мыслить. Но мы о них ничего не знаем. И понятно почему. Они показываются только в редких случаях. Это инстинкт самосохранения с зачатками разумной мысли. Впервые о том, что недалеко от берегов Японии могут обитать какие-то подводные разумные существа, исследователи заговорили в 1985 году, когда на самом западном японском острове Ионагуни, относящемся к группе островов Рюкю, обнаружили целый подводный город. Вот он. Посмотрите внимательно. Тут есть террасы, лестницы и даже мосты. Эту потрясающую находку археологи уже назвали открытием века. Правда, объяснить, кому под водой понадобилось строить такой огромный город, ученые пока не могут. Они уверены, что город не могли построить разумные подводные существа. Если бы они и существовали, вряд ли им это было бы нужно. Зачем строить лестницы и террасы, когда в океане огромное множество гротов? Науке трудно объяснить именно то, что касаемо японского. У острова в силу чего? Слишком грандиозное сооружение для той эпохи. Вы понимаете, что даже наш былинный герой Илья Муромец, это доподлинно известно, имел рост 170 сантиметров. А там, если мне память не изменяет, величина этих стен, отождествляемых крепостными, видимо, валами, более 7 метров. То есть в практичности древним людям отказать нельзя. Но нет смысла делать такие большие сооружения для обычных смертных людей. Скорее всего, археологи правы. Подводный город построили неразумные существа. Он опустился под воду после землетрясения. Но, возможно, разумные существа у берегов Японии все-таки обитают. В 2002 году в ходе исследовательской миссии роботизированный аппарат Японского агентства по изучению Земли и океана на глубине свыше 7 тысяч метров на дне японского жалоба обнаружил вот такой живой полупрозрачный организм, напоминающий медузу. После детального изучения выяснилось, что беспозвоночное не похоже ни на один из известных биологам видов. Этот случай наглядно показывает, как мало мы знаем о подводном мире. Единственное, что удалось сделать ученым, так это обнародовать пару размытых снимков со дна японского жалоба. Сегодня океанологи и биологи активно работают в том районе, чтобы поймать это существо и понять, что это вообще такое. На сегодняшний день найденное на дне японское жалоба существо не классифицировано и даже никак не называется. Известно лишь, что оно имеет небольшое тело размером всего 10 сантиметров и четыре огромных щупальца по полтора метра каждая. Такое необычное строение тела биологи объяснить пока не могут. Но они уверены, у загадочного существа есть зачатки интеллекта. Когда глубоководный робот обнаружил белесый желеобразный организм, тот описал в океане несколько идеально правильных кругов и скрылся. Каким образом примитивное животное с невероятной точностью начертило в воде геометрическую фигуру? Ответа на этот вопрос специалисты пока не знают. Версии происхождения этого загадочного существа две. Согласно первой, новый землянин появился в результате редкой генетической мутации, вызванной радиоактивным излучением. Однако ряд ученых считают, что это интеллектуально продвинутое существо с длинными щупальцами и есть один из представителей загадочной подводной цивилизации, которая возникла задолго до появления человека на планете. Эти живые организмы, да, это может быть какое, как принимать любую хитрую форму, сложную форму таких объектов. Это все определяется структурой некого возмущения, которое там есть в воде. Необъяснимые интеллектуальные способности подводные существа проявляют постоянно. Так в 1996 году, во время океанографических исследований в водах Северного моря, экипаж английского судна Discovery заметил на глубине странные свечения. Бортовые эхолоты подтвердили, что оно исходит от живых организмов. Уже через минуту на поверхности воды появилось сияющее пятно диаметром 300 метров. Оно вращалось против часовой стрелки с огромной скоростью, подобно гигантскому торнадо. Но через полчаса окружность уменьшилась в размерах в три раза, а затем и вовсе распалась на восемь одинаковых частей и рассеялась. Кто-то говорил, что вращение было по часовой стрелке, кто-то говорил, что вращение против часовой стрелки. Но и при этом также разнились данные о том, какова ширина луча, длина. Ну, длина порядка, вот на наших судах 200-400 метров. Для зарубежных судов говорили, что видели примерно похожие объекты, но там уже длина луча составляла порядка километра. После тщательного изучения странных светящихся кругов выяснилось, что загадочное мерцание принадлежало простейшему одноклеточному организму фитопланктону. Он содержит фосфор, который светится в темноте. Но почему морские существа перемещались по кругу? Почему они разбились на несколько равных фрагментах? И главное, что именно заставило их так поступить? Многие исследователи уверены, что отдельные виды планктона способны проявлять разум. Ведь когда эти организмы группируются в стаи, то выстраиваются в воде не в хаотичные фигуры, а исходя из правил строгой геометрии, будто бы договорившись друг с другом. Там есть биологические виды, которые люминисцируют, то есть испускают свет при каком-то воздействии. Вот когда у вас идет судно, и, скажем, оно проходит через вот эти вот люминофоры, значит, они все начинают светиться. И при этом, естественно, что корабль оказывается окружен вот таким вот светящимся кольцом. Долгое время вопрос, могут ли на дне океана обитать существа, которые обладают интеллектом, оставался открытым. Но в 2005 году ученые из Британского университета Кардиффа под руководством Джона Паркиса провели уникальное исследование, в ходе которого выяснилось, под океаническим дном существует еще один подземный океан со своей экосистемой, а, возможно, из кислорода. Глубина этого океана достигает 5 километров и представляет собой систему узких ходов, резервуаров и гигантских пещер. Именно там и могут скрываться представители разумной подводной цивилизации. Мало кто знает, но впервые научную гипотезу о том, что глубоко под водой может существовать разумная жизнь, выдвинул знаменитый советский ученый Андрей Капица. В 1964 году в результате сейсмических исследований он вместе с коллегами открыл в Антарктиде гигантское озеро размером 20 тысяч квадратных километров. Озеро располагалось под 4-х километровой коркой льда. Это подземное озеро до сих пор остается одной из самых интересных загадок нашей планеты. Потому что именно там, по предположению ученых, и может существовать неизвестная нам разумная цивилизация. Нет ничего удивительного в том, что ученые проявляют к озеру Восток повышенный интерес. Ведь под коркой льда может скрываться новый, неизвестный нам мир, эволюционировавший без вмешательства человека и каких-либо других внешних раздражителей. Находки, таящиеся подо льдом, могут перевернуть научный мир. В ходе исследований выяснилось, что под ледяной коркой есть полусфера, заполненная кислородом, со своим климатом и уникальной экосистемой. Температура воды в озере колеблется между плюс 10 и плюс 18 градусами по Цельсию. Чтобы изучить озеро Восток и не занести микробы в промерзший купол, американские ученые создали специальную машину. Она называется Криоборд. При помощи струи горячей воды он должен пробурить скважину в 3,5 километра, после чего дождаться, пока пространство над ним обледенеет. Тогда робот стерилизует себя и продолжит спускаться вниз. Опустившись в озеро, он передаст информацию на поверхность для дальнейшего изучения. НЛО-амфибии. С чем рискуют столкнуться моряки во время рейса? В 65-м году авианосец Бангерхилл наблюдал подводное НЛО. Гонщики Мексиканского залива. Почему для них не существует сопротивление воды? Могут двигаться под водой со скоростью до 300 км в час. Посмотрите на эту видеозапись. Она была сделана в Мексиканском заливе в 1973 году. Легкомоторный аэроплан, летящий над водой, снимали с самолета. Пленка зафиксировала странный быстро движущийся объект. Светящийся шар, это хорошо заметно, движется под водой гораздо быстрее самолета. То есть он плывет примерно со скоростью 400 км в час. Это невероятно. Ведь, например, подводные лодки могут набирать скорость только до 80 км в час. Получается, что подводные неопознанные объекты с легкостью преодолевают сопротивление воды и перемещаются чуть не в пять раз быстрее современных субмарин и даже быстрее подводных торпед. Равно как и неопознанные объекты в атмосфере, подводные загадочные тела обладают высокой маневренностью и могут двигаться по сложнейшей траектории, так же, как НЛО в небе. Неужели те объекты, которые люди наблюдают в небе, и те, что удалось заметить под водой, явление одной природы? Многие исследователи убеждены, да. Вероятно, НЛО способны перемещаться в воздухе, так же, как и под водой. Именно этот случай убедил исследователей, что неопознанные подводные объекты – ничто иное, как НЛО, фиксируемые в небе. Просто устройства обладают такими техническими характеристиками, которые позволяют им буквально нырять под воду и продолжать функционировать, как аппараты амфибиры. Обнаружили подводники и надводники, какие-то объекты, которые могут двигаться под водой со скоростью до 300 км в час. Это действительно чисто уфологический аспект, и что-то это связано с внеземными, как нынче говорят, цивилизациями. Так что же за неопознанные объекты бороздят наши моря и океаны? Почему до сих пор, несмотря на массу свидетельств, ни один из них не был идентифицирован и не признан официально? Ответ на этот вопрос был получен сравнительно недавно, когда выяснилось, что, оказывается, в течение многих лет ведущие мировые державы имели секретные программы по изучению свойств и характеристик неопознанных объектов. Спецслужбы вместе с учеными пытались получить ответ на вопрос, почему эти объекты имеют возможность под водой развивать немыслимую для земных условий скорость, маневрировать, внезапно появляться и исчезать. Это была в каком-то смысле погоня за новыми технологиями. И, надо сказать, такая работа приносила свои плоды. Например, знаменитая российская ракета «Шквал» – предмет многолетней зависти американцев. Как полагают специалисты, и была создана с использованием такой технологии. На носу этой торпеды находится особое устройство, которое взбудораживает воду так, что из нее начинает выделяться находящийся в ней воздух. И, значит, вдоль бортов этой торпеды, ну, в общем, вокруг всего корпуса образуется некий такой газовый кокон. И торпеда уже мчится, расталкивая не воду, а воздух. А воздух 800 раз, так сказать, разреженнее, чем вода. И сопротивления его, соответственно, меньше. Американская система поиска подводных объектов начала активно действовать в 1961 году. Основной ее целью был поиск советских лодок-разведчиков. Но часто американцы сталкивались с явлениями необъяснимыми. Был большой скандал во время Холодной войны. Значит, наши советские подводные лодки вели там бравую разведственную работу и находились на страже наших рубежей и границ. Вот, и добросовестно уходили от лодок НАТО. Причем уходили довольно долго, их за ним охотились в течение трех лет. В это же время там появились НЛО, которые, собственно, отличались только тем, что они были не слышны, но видны на радарах. И скорость их была тоже вот такая порядка 250-300 км в час. Загадочная история произошла с американским авианосцем Банкерхилл в сентябре 1965 года. В составе поисково-ударной группы, находившейся к югу от Азорских островов, авианосец оказался зажат с трех сторон неопознанными подводными объектами. Радары фиксировали крупные, размером около 20 метров предметы. При этом при их приближении к кораблю с палубы авианосца можно было различить издаваемое ими свечение. Они буквально кружили вокруг, то приближаясь, то удаляясь от корабля. В 1965 году авианосец Банкерхилл наблюдал подводное НЛО. Причем его наблюдали сначала на радарах, затем визуально, и были вызваны, значит, перехватчики, которые находились, собственно, на авианосце с целью определить и составить, убавить скорость. Скорость передвижения объекта под водой составляла 300 км в час. Банкерхилл был заперт и не мог продолжать перемещение. Тогда командование авианосца приняло решение уничтожить подводные объекты. В воздух поднялись три палубных штурмовика Грумман С-2 Трекер, оборудованные не только системой обнаружения, но и средствами уничтожения подводных лодок противника. Крейсерская скорость таких самолетов составляет около 240 км в час. Максимальная — 450. Но как только трекеры достигали границы зоны поражения противника, неопознанные объекты делали резкий маневр, погружаясь или уходя в сторону. Бой так и не начался. Спустя 14 минут погони один неопознанный объект выскочил из воды и на огромной скорости ушел по воздуху. Два других словно растворились в глубине океана. Радары перестали фиксировать. Морской свет. Почему ученые никак не могут объяснить странности мирового океана? Всегда все видели моряки. Это подводные круги светящиеся. Опасные маневры. Кого советские военные ловили в гольфстриме? Надо сказать, что неопознанные объекты, которые внезапно появляются вблизи подводных ракетных крейсеров, беспокоят военных моряков не только в США, но и в нашей стране. Согласно описаниям очевидцев, НЛО могут погружаться на большую глубину, развивать огромную скорость, распадаться на несколько объектов и даже атаковать. Именно с таким объектом столкнулся крейсер «Октябрьская революция» 170-й бригады военно-морского флота Советского Союза в Норвежском море. Июль 1968 года. Советский крейсер, два корабля охранения и самолет-разведчик Ту-95 участвуют в учениях южнее Исландии. В учениях также задействованы три эсминца, ракетоносная авиация и атомные ракетные подводные лодки. Официальная цель учений – обнаружение авиации крейсера «Октябрьская революция». Неофициально советские военные ищут севернее Исландии подводные лодки США, несущие баллистические ракеты. Цель обнаружена, но не в предполагаемом районе, а юго-западнее острова Исландия. Самолет Ил-38 находит подводную лодку, не относящуюся к советским силам. Контакт поддерживается в течение часа 30 минут. Все это время лодка ведет себя странно. Очевидно, что ее радары должны были засечь объекты противника. Но вместо того, чтобы уйти из зоны поражения, лодка дрейфует на малой глубине – порядка 40 метров. Это дрейфование длится почти 20 минут. Но затем объект резко уходит на глубину более 100 метров. Слежение передается советским подводникам. Дальше предполагаемая лодка противника уходит на глубину более километра. Причем практически вертикально. И еще через 20 минут вымеряем. На глубине в 60 метров она начинает движение. За 4 минуты разгоняется до скорости 200 узлов. И, войдя в полосу течения, гольфстрим буквально срывается с места. Каким образом это делается? Ну, может быть, есть какие-то технические достижения у кого-то. А может, это просто вот, если существуют инопланетные технологии, то вот, значит, инопланетяне ими пользуются. Доказательств нет. Пока никому не удалось вытащить, скажем, со дна океана какие-то обломки и сказать, что вот, пожалуйста, посмотрите, это явно предмет инопланетного происхождения. Есть все основания полагать, что человечество наблюдает НЛО и другие необъяснимые явления ровно столько, сколько существует. Сотни лет назад ведь не было ни самолетов, ни ракет, ни подводных лодок, которые можно принять за НЛО, а мы имеем множество свидетельств того, что наши предки наблюдали именно то, что является предметом нашего с вами исследования. В картинах известных художников прошлого, в летописных источниках, те же самые знакомые нам образы. Светящиеся шары, тарелкообразные объекты, которые неожиданно появляются над головами изумленных обитателей средневековых городов. Даже некоторые наскальные рисунки древних поселений с удивительной точностью воспроизводят хорошо знакомые нам контуры. Между тем, рассекреченные архивы военных свидетельствуют, что задокументированных случаев появления неопознанных объектов более чем достаточно. В 1974 году странные светящиеся объекты, обладающие всеми признаками реального физического тела, удалось зафиксировать в Индийском океане. Команда английского эсминца «Блэкберн» заметила два светящихся шара, которые кружили над полубой. Через несколько минут наблюдения объекты погрузились в воду и стали удаляться. При этом гидролокаторы проследили движение объектов под водой. Оба объекта прошли рядом с бортом и уплыли с огромной скоростью. На этот период как раз приходится становление всего атомного флота и американского, и английского, и нашего советского военно-морского флота, подводного. Поэтому широкое использование подводных лодок различными странами и, естественно, дало возможность более широко и более предметно изучать все подводные явления, которые происходили в Мировом океане. Отсюда и большое количество обнаружений подводных в Мировом океане. Субтитры создавал DimaTorzok 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 him. ...немного. Землетрясения часто бывают на побережьях. Сторонники этой теории считают, что при слабых землетрясениях на дне рождается волна конической формы. Вершина такой волны находится ровно над эпицентром землетрясения. И когда вершина волны доходит до поверхности, то течение у поверхности воды отражает часть этого водного потока. Но по инерции волна продолжает движение, как маятник. Именно из-за такого противонаправленного течения движения воды получаются странные и необъяснимые визуальные эффекты. Думаю, что Землю в прошлом посещали многие типы внеземных цивилизаций и разные типы НЛО. Это происходит и сейчас. Но я также убежден, что нельзя всё на них списывать. Многие охотники за сенсациями готовы увидеть инопланетный объект где угодно. Но теория о подводных вулканах объясняет примерно 40% всех случаев подводных НЛО. Эти так называемые НЛО действительно оказываются бурлящей водой. Несмотря на то, что гипотеза подводных вулканов многое объясняет, учёные не считают её окончательной. Нет ответа на главный вопрос, почему вода светится так, будто на дне установлены мощные прожектора. Почему они способны резко менять направление движения. Ну и, пожалуй, самое главное, что за материальные объекты порой фиксируют радары военных. 99% представленных феноменов можно отнести к аэрокосмическим феноменам. Но 1% всегда остаётся чего-то, что не подпадает под такого рода категории. И продолжается сбор вот этой информации, потому что она представляет, прежде всего, наверное, и интерес с точки зрения разведки. Потому что никто не знает, какие летательные аппараты есть у наших соседей. Уникальный документ нашли мы в архиве Конгресса США. Вернее, это текст приказа, который при всей фантастичности трудно отнести к разряду дезинформации. 24 июля 1952 года, после неоднократных появлений НЛО над Вашингтоном и в его окрестностях, президент США Гарри Трумэн и начальник Объединённого комитета штабов генерал Брэдли Нельсон вводят в действие очень странный приказ. В нём всем дежурным силам предписывается открывать огонь на поражение и сбивать НЛО в случае, если объект не реагирует на сигналы о приземлении. Надо сказать, что фактов принудительной посадки НЛО силами противовоздушной обороны в архивах нами не найдено. Но вряд ли этот приказ можно отнести к разряду курьёзно. Загадочные объекты, как свидетельствуют отчёты, не только представляют собой эффектное зрелище, но и порой даже решаются на атаке. Вот вам свежий пример. 13 мая 2003 года. Британская атомная торпедная подводная лодка «Трафальгар-С-88» несёт боевое дежурство в водах британской антарктической территории. Когда в 14.35 с лодки, идущей на глубине 60 метров, начинают поступать сигналы СОС, в командном пункте на суше не могут понять, что происходит. Начинается спасательная операция. Находившиеся рядом торговые судны Исландии приходят на помощь. Практически весь экипаж поднялся с тонущей подлодки в спасательной камере. Только два моряка получили серьёзные ранения в результате пожара в носовом отсеке. Но почему возник пожар? Это удалось установить лишь впоследствии, по показаниям команды. Выяснилось, что в 14.30 радары судна зафиксировали странный объект прямо по курсу на расстоянии не более 6 километров от подлодки. Гигантское образование длиной около 30 метров более всего напоминало подводную часть айсберга. Но этот айсберг возник словно бы ниоткуда. Командир начал сбрасывать скорость и уходить влево. И тут оказалось, что электронные приборы не реагируют на команды. Даже радио замолчало. Представьте такой уровень развития, когда лодки под водой движутся чуть ли не быстрее наших самолётов. Разве сложно будет такому противнику при помощи, например, магнитного поля нейтрализовать всего-то радио? Я думаю, тогда английским морякам просто повезло, что они спаслись. Ведь их лодка должна была просто пойти на дно. Командир корабля и подразделение управления лодкой утверждали. Уже через 3 минуты лодку словно магнитом приблизила к объекту, который просто начал тянуть судно вниз. При этом в момент столкновения в носовом отсеке лодки начался пожар. Подлодка ушла вниз до глубины 78 метров всего за 2 минуты. Буквально нырнула. В 14.30. Сами участники этого события уверены, то, что отправило их корабль на дно, не было куском льда. И этот объект целенаправленно топил корабль. Объяснений достаточно экипажа путаные. Вот не было, не было, а вдруг появилось, мы с ним столкнулись. Но, естественно, каждый говорит, что были неопределимые препятствия, и поэтому мы ничего не смогли сделать, защищая сам себя. Скорее всего, сами подводные объекты, их цели и задачи так и останутся тайной. Пока военным остается лишь надеяться, что внезапная встреча с подводным неопознанным объектом окончится наблюдением красивого свечения в океанских водах, а не очередной аварией. Тридевятый вал. Куда пропадают корабли? Вдруг появляется волна, которая переворачивает судно, ломает его. Вот эти явления сломать корабль запросто. Мертвая зона. Почему отказывают приборы на спутниках и космических кораблях? Этот район очень сильно фонит. Настолько, что приборы не то, что компас сходит как бы с ума, а плохо работают обычные приборы, которые основаны на электричестве. Аномальное притяжение. Почему в зону тишины так часто падают метеориты? Чуть ли не каждый камень в зоне тишины действует как мощнейший магнит. На этих кадрах остров Гуам. Один из самых красивых островов в Тихом океане. Сюда съезжаются туристы со всех уголков нашей планеты. Ведь здесь лазурное море, белый песок и круглогодичное лето. Но мало кто знает, что именно здесь, в западной части острова, расположено море, которое называют не иначе, как кладбищем кораблей или морем дьявола. Так его назвали потому, что здесь происходят абсолютно невероятные вещи. Без видимых причин, в абсолютных штиль, здесь терпят бедствие корабли. А у самолетов, пролетающих над этим местом, отказывают приборы. 5 января 1953 года. Вблизи острова Сумису пропадает корабль Синсей Мару вместе с экипажем в 17 человек. Еще через месяц, в феврале 1953 года, восточнее острова Несино исчезает инспекционное судно Гуро Сио Мару. А 25 сентября этого же года, возле острова Мияка, терпит бедствие Фу-Я-Мару. И на этом загадочные исчезновения кораблей в море дьявола не закончились. Только за 1953 год в этом районе погибли 5 судов. Причем корабли пропадали без каких-либо явных причин. Просто исчезали с радаров. Чтобы выяснить причины кораблекрушений, в море дьявола отправили исследовательское судно. В течение двух дней с ним постоянно поддерживалась связь. Но на третий день связь с кораблем пропала, а само судно вообще исчезло с радаров. Именно после этого таинственного события, осенью 1955 года, власти Японии официально объявили море дьявола опасным для судоходства. Есть районы, в которых пишут причину. Ну, там, допустим, это, значит, метеорологические условия. Есть районы прямо, где пираты хозяйничают, там, таким же образом показано. А есть районы просто морской опасности. Они никак не фиксируют. В таких районах огромное количество. В каждом море они есть. Вот. Море дьявола не исключение. Почему в море дьявола пропадают корабли? Исследователи считают, что ничего удивительного в этом нет. И объясняется все просто. В районе, где расположено море дьявола, существует целая гирлянда подводных вулканов. Мало того, здесь повышенная сейсмическая активность. Поэтому извержение подводных вулканов здесь явление частое. И вот как оно выглядит. Извергая магму, вулкан поднимает воду, и на поверхности появляется вот такое бурление. Чем активнее вулкан, тем больше бурлит вода. И если в этом месте оказывается корабль, то он просто тонет. У нас на планете много мест, где имеются подводные вулканы. Но в море дьявола их особенно много. И естественно, их активность не лучшим образом влияет на судоходство. Ведь извержение подводного вулкана может создавать сильное волнение на воде. Такое, из-за которого может погибнуть даже самый большой корабль. Возможно, корабли действительно тонут из-за извержения подводных вулканов. Точный ответ на этот вопрос исследователи дать не могут. Однако они уверены, что такое случается в местах с геомагнитными аномалиями. То есть там, где показатели магнитного поля значительно отличаются от нормальных показателей на нашей планете. Подобные геомагнитные аномалии могут влиять не только на работу кораблей и подводных аппаратов, но даже на работу спутников и самолетов. Так, над Атлантическим океаном есть зона, которую стараются избегать, когда прокладывают маршруты самолетом. Просто потому, что когда самолеты пролетают над этой зоной, их приборы отказывают. Мало того, даже при запуске спутника этого места стараются избегать. Вот здесь, между Африканским Кейптауном и Бразилией, расположена Южно-Атлантическая аномалия. Она уже хорошо изучена. И специалисты знают, что в этом месте часто отказывают электронные приборы. Это происходит потому, что здесь наблюдается провал магнитного поля Земли. Если на всей планете его высота достигает 800 тысяч километров, то здесь только 200 километров. Солнечная радиация, от которой магнитное поле защищает нашу планету, проникает в атмосферу и влияет на работу электронных приборов, спутников и космических кораблей. Этот район очень сильно фонит. Настолько, что приборы не то, что компас сходит как бы с ума, а плохо работают обычные приборы, которые основаны на электричестве. Генераторы будут плохо работать и всё остальное. Здесь вот о Южно-Атлантической аномалии, можно говорить, здесь действительно вот это имеет место быть. Кстати, электронные приборы регулярно выходят из строя не только там, где много воды, но и порой там, где её очень мало. Вот, например, северная часть Мексики. Здесь, на границе штатов Чуауа, Дуранга и Куавила, находится одно из самых загадочных мест на нашей планете – море Тетис. Правда, море это высохло ещё несколько миллиардов лет назад, и теперь на его месте находится абсолютно безжизненная пустыня. Любой, кто попадает в эту пустыню, теряет всякую связь с внешним миром. Здесь не работают радиоприёмники, рации, телевизоры и мобильные телефоны. Здесь останавливаются часы, ломаются компасы и навигационные приборы. Именно поэтому море Тетис учёные называют «зоной тишины». Первым зону тишины обнаружил мексиканский инженер-химик Гарри де Ла Пенни. В 1964 году он проводил геофизическую разведку в пустыне и обнаружил, что все его рации и компас просто вышли из строя. Когда учёный вернулся на базу, чтобы отремонтировать их, то оказалось, что аппаратура исправлена. Через несколько дней он снова отправился в пустыню и вновь все приборы отказались работать. Спустя несколько лет, в 1970 году, в мексиканской пустыне американская ракета «Афина», стартовавшая с полигона «Уайтсенс», неожиданно изменила курс и рухнула прямо в зону тишины. Эта ракета, которая упала в 1972 году, она не первый случай. Это просто тот случай, который проник журналистам. А вот люди, которые исследовали серьёзно этот участок моря, пришли к выводу, что не всё там понятно. Есть много вопросов. Есть же участки земной коры, которые на всех картах обозначаются геологами такой красной линии. Это геомагнитная аномалия, либо аномалия какого-то другого рода, которая позволяет выводить из строя технические средства, в том числе связи. Почему в так называемой зоне тишины сбиваются с курса самолёты и ракеты? Выходит из строя связь, не работают навигационные приборы. Учёные считают, что причина носит совершенно земной характер. Колоссальные залежи железной руды создают магнитное поле. Вот оно-то и влияет на работу техники. В ходе исследований стало ясно, что чуть ли не каждый камень в зоне тишины действует как мощнейший магнит. Это указывали приборы, и это было доказано опытным путём. Получается, что зона тишины является настоящим магнитом для космических метеоритов. Другие исследователи с этой версией не согласны. Ведь обычными залежами магнитного железняка невозможно объяснить ещё одну загадку мексиканской зоны тишины. Метеориты. Они буквально сыпятся с неба в этих местах. Зона тишины их как будто притягивает. Фермеры, чьи поля находятся рядом, часто находят небесные камни, то раскалённые до красна, то остывшие. Это видео было снято всего несколько месяцев назад. На нём отчётливо видно, как очередной метеорит летит на огромной скорости к зоне тишины. За последние несколько лет в это место упали десятки метеоритов. Они как будто притягиваются сюда. Поэтому вся местность здесь буквально изрыта космическими булыжниками. Их падение невозможно ни предупредить, ни предотвратить. Видимо, так будет происходить всегда. У зоны тишины есть ещё одна особенность. На всей её территории солнечное излучение на 30% мощнее, чем где-либо в мире. А значит, возможно, что так же, как и в случае с Южно-Атлантической аномалией, где падают самолёты и пропадают корабли, загадка зоны тишины объясняется геомагнитными аномалиями. Любой прибор, любой, скажем так, предмет, помещенный в другую среду, в иную, нежели в котором нужно работать, на то, что он рассчитан, он, естественно, начинает работать иначе. Правильно? Эту машину у вас бросьте в воду, например, в реку. Ну, пусть посмотрит, как она поедет. Она по дороге должна ехать. Правильно? Ну, а в воде, значит, она себя поведёт, скажем, иначе. Правильно? Ну, так же и прибор. Продолжение следует... Для судна, идущего, скажем, по своей надобности, да, она является, конечно, смертельно опасной. Если она ударит в борт, да, даже не в борт, как бы, да, вот, соответственно, это судно однозначно погибнет. Если, значит, оно как-то на неё сумеет забраться, да, ну, тоже вещь такая, прагматичная. Не каждое судно способно на такое, потому что, ну, что такое девятиэтажный дом, да, 20 с лишним метров, представляете, да? Но танкер может просто расколоться, он не рассчитан на это. Долгое время волны убийцы считались вымыслом моряков и путешественников. Ведь с точки зрения классической науки в океане не может существовать волн высотой больше 20 метров. Однако 1 января 1995 года такая волна была впервые зафиксирована приборами. Это сделал экипаж нефтяной платформы «Дропнер» в Северном море у побережья Норвегии. После этого случая был запущен специальный проект под названием «Максимальная волна». Он предусматривал исследование всей поверхности Мирового океана с помощью спутников. Всего за три недели спутники зафиксировали больше 10 одиночных волн высотой более 25 метров. После этого сомнений в существовании волн-убийц не осталось. В 20 веке, когда появились спутники и стали наблюдать за поверхностью Мирового океана, выяснилось, что время от времени по нему действительно прокатываются огромные волны 30-40 и более метров высотой. Их назвали волнами-убийцами. И вот теперь пытаются определить, почему, каким образом они образуются. Но как образуются эти волны? И почему они возникают и пропадают так внезапно? Ученые считают, что такие огромные волны могут возникать при наложении небольших волн одна на другую. Ведь в глубинах океана существует множество волн, которые движутся в разных направлениях. В какой-то момент они могут совпасть в движении, то есть наложиться друг на друга. И тогда получится одна суммарная волна. Она может двигаться сама по себе и начинает блуждать по океану. Со временем она растрачивает свою энергию и исчезает. Однако это всего лишь гипотеза. И чтобы изучить волны убийцы и тем более предсказывать их, ученым потребуется немало времени. Космическая загадка. Почему вода – самое уникальное вещество во Вселенной? С помощью воды можно смотреть и прошлое, и будущее, и то, что на Земле, и под землей, и в воде, и в воздухе, и даже в космосе. О чем помнит вода? Сенсационная теория японского исследователя. Можно считать, что вода – это в некотором смысле магнитофон. Мы сможем когда-нибудь пробудить эту музыку к жизни и прослушать ее. Знаете ли вы, какое слово является одним из самых часто упоминаемых в Библии? Это слово «вода». В Священном Писании оно упоминается 762 раза. В первых стихах первой главы Бытия повествуется именно о воде. «Земля была пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой». Даже по Библии получается, что до сотворения мира был только океан и Дух Божий, который и дал начало всему живому. Но что это значит? Как Священное Писание можно перевести на язык современной науки? Если говорить современным языком, именно вода, подобно некоему универсальному вселенскому компьютеру, по сути запускает в жизнь любую биологическую программу. Наша планета подобна гигантскому сосуду с водой, в котором зародилось все живое. В свою очередь, любое существо из плоти и крови тоже своеобразный сосуд с водой. И это далеко не случайно. По мнению некоторых исследователей, все живые существа появились на планете только потому, что их образы существовали в памяти воды. Кто наделил воду этой программой по рождению жизни на нашей планете? И кто записал в памяти воды последовательность появления видов от простейших бактерий до самого сложного существа на Земле – человека? Капля воды. Кажется, это самая простая и понятная вещь на свете. На самом деле, это часть удивительного и загадочного вещества. И не только на Земле, а, возможно, и во Вселенной. Каплю воды можно сравнить только с глотком кислорода, без которого невозможна жизнь на нашей планете. Вода настолько уникальна, что многие её свойства не имеют научного объяснения. У воды аномальные свойства. В частности, например, все тела при замерзании сужаются, уменьшаются, а вода, наоборот, расширяется. В общем-то, это единственное вещество, которое одновременно на Земле присутствует, жидком, газообразном. Нет на Земле такого вещества, которое могло бы с той же лёгкостью поглощать и отдавать тепло. Можно сказать, благодаря этому свойству сохраняется тепло на планете. С поверхности планеты за год испаряется 520 тысяч кубических километров воды, которые, конденсируясь, равномерно распределяются по Земле. Отдают тепло холодным и полярным регионам. Если бы не было этой аномалии, климат нашей планеты был бы непригоден для существования человека. Ведь тогда в одних частях планеты царил бы нестерпимый холод, а в других солнце изжарило бы всё живое. Вода присутствует повсюду на Земле, на молекулярном уровне, как часть живой материи. Сама по себе и как часть биосферы. А порой кажется, что вода вообще ведёт себя как мыслящая разумная субстанция, главная задача которой – поддерживать равновесие и жизнь на Земле. И вода, это вы как раз правильно сказали, та субстанция, которая, в принципе, эту божественность содержит. Потому что вода, в каком бы она состоянии ни была, грязная, чистая, она связана со всей водой на Земле. Вода – это живой и даже более чем живой, живой, вернее, существо, живая субстанция и даже божественная субстанция. Перед вами то, что осталось от древнегреческого города Эфес. Сейчас он находится на территории современной Турции. В VI веке до н.э. здесь жил знаменитый античный философ Гераклит Эфесский. Именно он первым предположил, что источник всего во Вселенной – вода. Теория потока Гераклита Эфесского долгое время считалась просто красивой сказкой, заблуждением античного философа. Однако в XX веке его теорию отчасти подтвердили другой великий мыслитель – выдающийся советский ученый Владимир Вернацкий. Если брать теорию Вернацкого-Терри по разумной планете, то, конечно, вода, наверное, обладает какой-то… что-то несет какую-то частичку в этой теории. Потому что, конечно, все-таки, если смотреть на, что происходит у нас с планетой на данный момент, и как себя ведут животные, как себя ведут люди, как ведет себя планета, какую-то часть, наверное, о том, что вода участвует в этом процессе, это совершенно очевидно. Академик Вернацкий считается основоположником целого комплекса современных наук о Земле – гидрологии, геохимии, биогеохимии, радиологии. Именно академик Вернацкий разработал учение о биосфере и высказал мысль, что наша планета так разумно устроена не случайно, а благодаря некоему живому веществу, которое организует все земные процессы. Более того, это вещество влияет на эволюцию человека, его разума и общественного сознания. Вернацкий сравнивал это живое вещество с мощнейшими геологическими процессами. Некоторые исследователи учения Вернацкого считают, что этим живым веществом является вода. С помощью воды можно смотреть и прошлое, и будущее, и то, что на Земле, и под Землей, и в воде, и в воздухе, и даже в космосе. Вот. Потому что вода, она как бы связана вот с этой божественной субстанцией, пронизывающей все. Традиционная наука не склонна наделять воду признаками живого организма. И, возможно, она права. Но как тогда объяснить еще одно удивительное свойство воды, которое ученые объяснить не в силах? Память. Вода умеет запоминать и помнить. Это японский исследователь Масару Эмотто. В 1999 году он выпустил в свет книгу «Послание воды», которая стала бестселлером не только в Японии, но и во многих других странах мира. Большая часть книги – вот такие фотографии снежинок. На первый взгляд, ничего особенного. Но Масару Эмотто утверждает, что это не простые снежинки, а искусственно замороженные кристаллы воды, которые доказывают, что вода обладает памятью и реагирует на все, что делает человек. Однажды я увидел кристаллы снега и подумал, а если воду заморозить, то нельзя ли изменять форму кристаллов, меняя содержащуюся в них информацию? И в этом я преуспел. Согласно теории Масару Эмотто, под воздействием слов, энергетики и даже мыслей человека, молекулы воды меняют свою структуру. В доказательство своей теории, Эмотто вот уже долгие годы проделывает один и тот же эксперимент. Воздействует на воду словами, сказанными или написанными. Затем исследователь замораживает воду и фотографирует образовавшиеся кристаллы специальным прибором, который одновременно состоит из холодильника, микроскопа и фотоаппарата. Один и тот же образец воды разливаем в 50 сосудов и получаем 50 образцов. Замораживаем их при температуре минус 25 градусов. Через три часа после замораживания достаем и исследуем под микроскопом с 200-кратным увеличением. Не всегда можно получить результаты, доступные наблюдению. Поэтому мы повышаем шансы наблюдать что-либо значимое в 50 раз. Эмотто утверждает, его эксперименты доказывают, что в зависимости от смысла слов, сказанных в воде, она изменяет свою форму. Чем позитивнее или гармоничнее слова, тем красивее и симметричнее кристаллы. Самые хорошие результаты я получил, когда показывал в воде слова «любовь» и «благодарность». Не приходит ли информация о любви и благодарности во взаимодействии с основными физическими свойствами воды? Любовь связана с дарением. Благодарность с получением. И разве это не основа, на которой держится природа и космос? По крайней мере, я думаю так. Сейчас в коллекции Эмотто миллионы фотографий кристаллов воды. Слова «мудрость», «любовь», «благополучие», «красота», произнесенные на разных языках, дают один и тот же эффект. Вода принимает красивейшие формы. А вот отрицательные слова, сказанные даже на самых экзотических языках, дают уродливые и асимметричные кристаллы. Эмотто пробовал воздействовать на воду разными способами. Подогревал в микроволновке, воздействовал магнитами, говорил и думал, глядя на воду, ставил различную музыку, кричал. По словам Эмотто, вода откликается и реагирует на малейшие внешние изменения. Так, как будто понимает и запоминает то, что делают люди. Под воздействием письменного или произнесенного слова, а также музыки, форма кристаллов меняется. Слова — суть комбинации вибраций и колебаний. Музыка сама по себе тоже есть вибрации и колебания. Результат — хорошие воздействия обладают дизайном. То есть у красивых кристаллов хорошая вибрация, хорошая энергия. Плохие кристаллы накапливают плохую энергию. Как вода может что-то запоминать? По мнению Эмотто, молекулы воды объединяются в своеобразные ячейки. Их называют кластерами, где и хранится информация. В одной молекуле воды исследователь насчитывает более 400 таких ячеек. В эти ячейки вода как бы записывает информацию. Можно считать, что вода — это в некотором смысле магнитофон. Строго говоря, и ученые с этим согласны, по мере исследований можно будет научить воду записывать и запоминать музыку. Я думаю, что подсоединив ее к какому-нибудь гипотетическому устройству, мы сможем когда-нибудь пробудить эту музыку к жизни и прослушать ее. Если Эмотто прав, то капли воды способны хранить десятки миллионов гигабайт информации. Это на порядок больше, чем любые информационные носители. Это универсальный компьютер. По мнению японского исследователя, в отличие от памяти человека, память воды более рациональна. Она хранит всю информацию без какой-то эмоциональной окраски. В точности сохраняет как плохую, так и хорошую. Я уверен, что вода выполняет роль огромного компьютера. Вода существует не только на Земле, но и в космосе. Тайные секреты этой воды пока никому не известны. Но мы и сам космос вовсе не понимаем. Поняв на 100% воду, мы на 100% поймем и космос. Несмотря на популярность теории про память воды, многие ученые скептически относятся к исследованиям Масару Эмотто. Но есть и такие, кто прямо обвиняет его в подтасовке фактов. Якобы исследователь специально отбирает красивые кристаллы, если до этого в воде были сказаны добрые слова, и наоборот. Если сообщение о воде было отрицательным, выбирает из тысяч кристаллов самые некрасивые. Несмотря на то, что опыты официально не признаны, многие ученые продолжают эксперименты, пытаясь получить доказательства того, что вода обладает памятью. Более того, по некоторым данным, в военных лабораториях США, Европы и России сейчас трудятся над созданием приборов, с помощью которых воду можно будет программировать. Из некоторых источников стало известно, что недавно проведены тестирования российского прибора на основе воды. Принципы его работы не разглашаются. Зато известны некоторые результаты. Вот он берет, допустим, таблетку аспирина, кладет ее в одну часть прибора, а в другой находится пробирка с водой. И вот эта пробирка с водой, она начинает повторять все свойства, там, это партостамола, который лежит на другой конце этой пробирки. Это я вот лично, лично, собственными глазами видел. Обитатели планет. Где искать жизнь в Солнечной системе? Все эти планеты, которые земногруппы в Солнечной системе, они вот такую примитивную жизнь, они все имеют. Сквозь толщу льда. Какой робот отправят на спутник Сатурна? Никаких кабелей туда, конечно, брать нельзя. Должен быть робот беспроводной. Космический гейзер. Еще одно доказательство жизни в космосе. Увеличивается шанс, что там может существовать, какая-то жизнь. Люди никогда не хотели верить в то, что человечество одиноко во Вселенной. Поэтому на протяжении последних 50 лет ученые всерьез занимаются поисками обитаемых планет. И хотя найти братьев по разуму пока не удалось, астрономы, астрофизики, биологи настойчиво продолжают искать планеты, на которых возможна жизнь, и определять форму инопланетной жизни. Условия жизни просты. На планете должна быть атмосфера и пригодная для живых организмов температура. Однако самый главный критерий строгого отбора – наличие воды. Ученые уверены, она источник биологической жизни не только на Земле, но и в самых отдаленных частях космоса. Недавно астрофизики сделали сенсационное заявление. Оказывается, сегодня им известно уже около 20 планет, на поверхности которых текут реки и плещутся озера, моря и даже океаны. Причем многие из этих планет находятся не где-нибудь на окраинах галактики, а прямо в нашей Солнечной системе. Это значит, внеземная жизнь может существовать по космическим масштабам, буквально под боком у Земля. Рябки, водоросли, бактерии какие-то простейшие, конгломераты типа губок, они могут быть в любых практически условиях, в определенном диапазоне, если есть вода и источник энергии. Один из главных претендентов на обитаемость. Океан соленой теплой воды. Под этой многокилометровой толщей льда может существовать соленая вода и достаточно теплая. Почему достаточно теплая? Просто ее подогревают, видимо, снизу вулканические какие-то источники тепла. Ну а если это так, то значит вода есть, тепло есть, значит, видимо, время от времени трескается, значит, лед и поступает оттуда газа из атмосферы, то там, наверное, может существовать жизнь. Но опять-таки жизнь, наверное, в простейших формах. Несмотря на то, что на Европе есть вода, остальные условия для жизни на ледяном спутнике не то что комфортные, сверхэкстремальные. Под толщей льда огромное давление, и туда совсем не проникает солнечный свет. Ученые были уверены, ни один организм не может существовать в таких условиях. Однако недавно эта версия получила опровержение. Исследовав подлёдные озёра Антарктиды, где климат практически такой же, как на Европе, учёные сделали сенсационное открытие. В пробах воды они нашли микроорганизмы. Два миллиона лет эти микробы, полностью изолированные от мира, жили при температуре минус 20 градусов, и при этом не только не замёрзли, но и оказались способными к размножению. По мнению астробиологов, раз в Антарктиде есть жизнь, то, скорее всего, она есть и на спутнике Юпитера. Европа от Земли находится очень далеко, поэтому она как бы изолирована ещё сильнее, и поэтому там могут быть похожие, но немножко другие виды жизни. Хотя, в принципе, жизнь строится по каким-то своим биологическим признакам. Если она на основе углеродных цепочек, то, конечно, какие-то сходные формы будут. Хотя, может, энергетика у них совершенно другая. Правда, какие формы могла принять внеземная жизнь на Европе, астробиологи могут только догадываться. Точно узнать, как выглядят обитатели Европы, по словам исследователей, можно только изучив её океан. Но добраться до него непросто. Для этого в многокилометровом слое льда нужно проплавить гигантскую скважину. Конструкторы уже даже разработали аппарат, который способен это сделать. По их замыслу, растапливая лёд перед собой, робот-исследователь проделает туннель и достигнет воды через два года. Единственная трудность заключается в том, что сначала его необходимо построить, а потом отправить к Европе. Приземлиться на поверхность спутника Юпитера аппарат сможет не раньше, чем лет через пять. Практически уже сейчас, с точки зрения техники, можно такой прибор сделать. По крайней мере, до 2020 года точно испытать. А дальше уже всё будет зависеть от аппарата, который туда его доставит, в нужную точку. И чтобы выбирается район, где мощность льда поменьше, чтобы вот этот бур быстрее добрался до вадных слоёв. Значит, он будет запущен только где-то в 2020 годы. Ему надо где-то придётся 6 лет добираться до Юпитера, до этих окрестностей. И рассчитаны эти вообще работы где-то пока теоретически на три года. Пока аппарат для поиска жизни на Европе строится, учёные проверяют на наличие возможных форм жизни спутник Сатурна Энцелад. Так же, как Европа, он покрыт льдом, под которым скрывается тёплый солёный океан. Но у Энцелада есть одно большое преимущество. Его поверхность покрывают гигантские трещины, из которых бьют водяные фонтаны высотой в десятки километров. А это значит, что планета живая. Там, вот в районе Южного полюса, наблюдаются такие полосы, чередующиеся с трещинами. И они как раз приурочены к самым тёплым районам. Они выглядят как бы горячими пятнами, горячими полосами. И вот по этим складкам, которые там смяты трещинком, не просто есть тепло, но оттуда вырываются, грубо говоря, гейзеры, настоящие гейзеры. Только они в начальной стадии этой гейзеры прорываются водой, но за счёт того, что температура очень низкая, они тут же превращаются в кристаллики льда. Чтобы узнать, есть ли жизнь в подлёдном океане Энцелады, учёные отправили к спутнику Сатурна космический зонд. Пролетев над фонтаном, межпланетный аппарат взял пробы воды прямо из гейзера. Результаты анализов оказались просто ошеломительными. Выяснилось, что океан Энцелада содержит углекислый газ и метан. По словам астробиологов, в земных условиях эти химические элементы часто служат питанием для микроорганизмов. А значит, вероятнее всего, микробы живут и под слоем льда Энцелада. Для существования жизни нужна вода и нужен, ну, типа, кислород, или, по крайней мере, какой-то газ, с которым, значит, который может данный организм дышать. Но поскольку, значит, в океане множество, во льду океана множество трещин, то, значит, там более интенсивный может быть газообмен между, так сказать, водной средой и воздушной средой, ну, скажем, газовой средой и атмосферой. Соответственно, значит, увеличивается шанс, что там может существовать какая-то жизнь. Практика показывает, чтобы найти примитивные формы жизни вне Земли, далеко летит не надо. Гораздо сложнее отыскать на просторах Вселенной настоящих братьев по разуму, то есть способных мыслить, как люди-существа. Поэтому астрофизики ищут потенциально обитаемые планеты и за пределами Солнечной системы. Их называют экзопланетами. Трудно поверить, но только в нашей галактике Млечный Путь насчитывается около 50 миллиардов экзопланет. Причем на 2 миллиардах из них, по прогнозам ученых, может существовать биологическая жизнь. Во Вселенной просто множество экзопланет. Они очень похожи на нашу Землю. И мы можем абсолютно точно утверждать, что эти планеты обитаемы. Однако представить, кто на них обитает, сложнее. Для этого нужно максимально изучить эти экзопланеты. И только тогда можно будет понять, там живут простейшие микроорганизмы или разумные существа. Двойник Земли. Тайны планеты Кеплер-22Би. Если там есть участки суши вдруг какие-то, то по ним могут бегать какие-то звери. Космические цивилизации. Как могут выглядеть наши братья по разуму? Могут быть и шестилапые обитатели, и восьмилапые. Жидкий лед. Как выглядит океан на планете Джи-Джей? Это действительно сложно представить, но такое состояние воды возможно. Декабрь 2011 года. Весь мир облетает новость. Мощный телескоп, ведущий поиски экзопланет с околоземной орбиты, нашел точную копию нашей планеты. На ней есть участки суши, большие океаны и даже облака. Это Кеплер-22Би. В результате непрерывного наблюдения за экзопланетой астрофизики установили. Она похожа на Землю, как две капли воды, не только внешне. На Кеплере практически земные условия. Сутки здесь длятся всего на 47 минут дольше, чем на нашей планете. А год немного короче. Вместо 365 в нем 290 дней. Поэтому смена времен года происходит на экзопланете чаще, чем мы привыкли. Смена времен года зависит от наклона оси и от вращения ее, от периода обращения вокруг своей собственной оси. И от наклона тогда происходит. Но еще смена времен года может обуславливаться эксцентриситетом, то есть насколько эллиптическая орбита у этой планеты. Но у нее эксцентриситет не очень большой, там где-то порядка 0,2, по-моему. У нее более-менее круговая орбита, поэтому я думаю, что времена года там более стабильны. Но главная сенсация. Как и Земля, Кеплер расположен прямо в середине так называемой зоны обитания. То есть находится на оптимальном удалении от Солнца. По расчетам астрофизиков, средняя температура на Кеплере около 30 градусов тепла по Цельсию. А это дает практически стопроцентную гарантию того, что на планете есть вода. Более того, ученые предполагают, что моря и океаны могут занимать больше половины площади экзопланеты. Большую часть планеты у них, как и у нас, занимает океан. Примерно 80%. Остальная часть — это суши. Но и она наверняка содержит много воды. Реки, озера, моря. Это, можно сказать, водная экзопланета. Помимо главного источника жизни — воды, ученым удалось обнаружить на Кеплере еще одно важное условие — слабую атмосферу. Ее наличие, по словам астробиологов, в разы увеличивает шансы найти не просто примитивные микроорганизмы, а разумную, высокоразвитую цивилизацию. Поэтому некоторые ученые уже строят предположения, как могли бы выглядеть ее представители. Правда, чтобы составить точный облик обитателей Кеплера, исследователям сначала необходимо выяснить, из чего состоит и сколько весит Кеплер. Ведь внешность существ во многом зависит от силы притяжения на планете. Например, если экзопланета окажется легче Земли, то и сила тяжести на ней намного меньше земной. В этом случае жизнь на планете может иметь совершенно невероятные формы. Деревья достигать нескольких сотен метров в высоту. Птицы, скорее всего, будут похожи на наши пассажирские лайнеры. Огромных размеров с земной точки зрения будут и разумные обитатели Кеплера. По мнению ученых, представители такой цивилизации будут больше похожи на динозавров, чем на людей. Если, значит, планета сравнительно небольшая, то и гравитация там сравнительно будет небольшая. И тогда там могут быть обитатели, которые, ну, скажем, напоминают эльфов. Они такие будут миниатюрные, воздушные и так далее и тому подобное. А если на планете большая гравитация, то она придавливает, будет придавливать любого обитателя к Земле, то есть к почве, скажем так. И тогда все должны быть массивные, приземистые и, в общем-то, не прыгать, как кузнечики по поверхности, а просто-напросто, сказать, ползая, плотно прижимаясь. Именно так вот с точки зрения гравитации рассуждает наши ученые. Если силы тяжести на Кеплере будет больше, чем на Земле, то на экзопланете, наоборот, все будет маленьким. Низкая растительность, некрупные животные и такие же невысокие жители. Но какой бы ни оказалась внеземная жизнь, в одном астробиологи уверены, она будет весьма экзотической и совершенно не похожей на земную. Правда, узнать точно, как выглядят наши братья по разуму и есть ли на Кеплере вообще жизнь человечества, сможет еще не скоро. Ведь, чтобы долететь до экзопланеты, потребуется 600 световых лет. Пока таких технологий у землян нет. Для того, чтобы можно было совершить путешествие в два конца, то на сегодняшний день просматривается, что нужно использовать, наверное, ядерные, а тем паче термоядерные двигатели. Но если первые ядерные двигатели уже созданы и их используют, например, на некоторых межпланетных станциях, направляемых, значит, с Земли на окраины, солнечные системы, то про термоядерный двигатель мы пока можем только мечтать. Опираясь на постулат, где есть вода, там есть и жизнь, астрофизики пошли еще дальше и нашли настоящую планету океана. В научных кругах она получила название GJ 1214b. Эта экзопланета находится в созвездии Змееносца всего в 40 световых годах от Земли. По космическим масштабам не так далеко, поэтому изучать ее можно даже с помощью наземных телескопов. Как выяснили ученые, GJ в 2,5 раза больше и в 7 раз тяжелее Земли. При этом 75% ее массы составляет вода, а значит, всю планету полностью покрывает океан глубиной в сотни километров. Она точно покрыта океаном, и этот океан, ну, находится в стадии близкой к кипению, так можно сказать. То есть за счет давления и вот этих размеров и близок к Солнцу, ну, это похоже на такую, ее даже, по-моему, там называют русскую баню. Это планета, в которой очень-очень-очень горячет. Ученые были уверены, на этот раз им повезет, и в теплом океане они, наконец, найдут признаки разумной жизни. Но сбыться этим надеждам было не суждено. В ходе исследований и установений, экзопланета находится примерно в 70 раз ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу. Из-за этого температура на ее поверхности достигает 200 градусов по Цельсию. Вода на GJ при этом не испаряется. Она принимает экзотические состояния, которые в земных условиях невозможно не то что встретить, даже представить. Как бы ни абсурдно это звучало, по классификации астробиологов, океан на экзопланете не что иное, как смесь горячего льда и сверхжидкой воды. Это действительно сложно представить, но такое состояние воды возможно. Это необычный лед, который образуется, если на планете сочетаются два фактора – тяжелая атмосфера и большое давление. Это большая редкость, но на этой экзопланете именно такие условия. В переводе с научного языка вода на экзопланете близка к кипению. Так что, по словам астробиологов, вероятнее всего жизни там нет. А если она и существует, то только наподобие земных кольчатых червей, которые обитают в глубине земных океанов, вблизи подводных вулканов. Сделав такой неутешительный вывод, ученые уже были готовы закрыть проект по изучению далекой планеты. Как вдруг исследователи получили результаты компьютерного моделирования эволюции GJ. Согласно им, в прошлом экзопланета находилась дальше от своего Солнца. На ней были приемлемые для живых существ температура и атмосфера. На полюсах лежали белые шапки снега, а океаны воды, как и на Земле, разделяли участки суши. Ученые утверждают, скорее всего, тогда планета была обитаемой. Но миллион лет назад она по какой-то причине начала сближаться со своей звездой. В результате температура на ее поверхности начала быстро расти и достигла астрономических высот. Растаявшие ледники затопили экзопланету, и все живое оказалось под толстым слоем воды. Когда-то она была вдали, была покрыта льдом, напоминала, может быть, наш Титан, ой, этот Нептун или Уран ледяной. А потом потихонечку прошла, и был период, когда она проходила как раз через зону жизни. Если там жизнь существовала миллионы лет, возникла, существовала, развивалась, то сохраниться она вполне могла и до настоящего времени в каких-то океанах. По прогнозам ученых, скоро парниковая катастрофа на Джи-Джей достигнет своего пика. На экзопланете испарится вода, и она превратится в безжизненную пустыню. Но самое страшное, по мнению астрофизиков, ее печальный опыт может повторить Земля. Согласно последним исследованиям, наше Солнце постоянно растет и увеличивается в объеме. С каждым годом оно становится все ближе к земной орбите. Из-за этого среднепланетарная температура на Земле уже поднялась на полтора градуса и вызвала таяние многовековых ледников. Только за последние пять лет уровень мирового океана поднялся почти на 20 сантиметров. И вода продолжает пребывать. Расчеты показывают, в недалеком будущем карта мира будет выглядеть совсем по-другому. Вся поверхность планеты, за исключением высокогорных областей, будет скрыта под водой. На 40 миллионов лет Земля превратится в планету-океан. Со временем высыхающие океаны вновь откроют погребенные под морским елом континенты, а затем они исчезнут навсегда. Глобальная перезагрузка. Какой космический объект уничтожил зарождающуюся жизнь на планете Земля? Метеорит во всем виноват. Опасная зона. Может ли вода снова уничтожить население планеты? Потопы у нас идут постоянно. Воду не остановить. Кто виноват? Стихийные бедствия мы провоцируем сам. 2011 год. Немецкий геолог Михаэль Монтенари проводит глубинное электромагнитное сканирование почвы в местечке Фронндорф в Германии. На глубине 100 метров ему удалось обнаружить 20-сантиметровый слой известняковой горной породы, в котором полностью отсутствуют какие-либо признаки органической жизни. Такая находка может свидетельствовать лишь о том, что около 200 миллионов лет назад все живые организмы в этой зоне были уничтожены. Это так называемое триасовое вымирание. Во время этого вымирания, значит, исчезло больше половины всех видов растительности и живых существ. Сколько там? 20-30 сантиметров слой известняка. Он же еще оказался спрессованными вот этими породами. Он раньше был гораздо толще, они считают, что до метра. То вот такой слой известняка мог образоваться только в результате того, что было гигантское цунами. Как считают исследователи, убийцей всего живого стало гигантское цунами. Причем, согласно расчетам, высота столь разрушительной волны должна была составлять от 1000 до 1200 метров. Она не меньше четырех раз обошла весь земной шар и лишь после этого начала терять свою разрушительную силу. Причиной такой гигантской волны стало, скорее всего, землетрясение, силу которого мы не можем себе даже вообразить. Если измерять такие подземные толчки по традиционной шкале Рихтера, сила этого землетрясения была около 20 баллов. Основная теория, объясняющая этот убийственный катаклизм, столкновение Земли с огромным космическим телом. Астероид или гигантский метеорит, упав на поверхность Земли, вызвал не только цунами, но и заставил расколоться земную кору. Метеорит во всем виноват. В Центральной Америке упал. Хотя там кратер диаметром пара сотен километров всего от него остался. А есть, допустим, упавший в то же время метеорит рядом с побережьем Индии. Шива называется. Там ударная структура 500-600 километров. То есть в три раза больше. То есть и масса больше. Конец августа 2005 года. Один из самых сильных ураганов за всю историю наблюдений, Катрина, приводит к затоплению нового Орлеана и Луизианы. Под слоем воды в несколько метров оказалось около 80% площади этих городов. Но уже к 15 сентября, то есть через две недели, уровень воды снизился практически до нуля. И даже если бы спасатели не применяли специальные насосы для перекачивания воды в местные реки, вода простояла бы еще не более двух недель. Одна из версий, которая кажется большому числу исследователей верной, потопы провоцируют циклические изменения в земной коре. А те, в свою очередь, возникают из-за влияния космических сил на нашу планету. – Потопов множество было на Земле. Только на памяти человечества их неимоверное количество было. А уж то, что там было в Мезозуе и раньше, это вообще не считается. Ну и, собственно говоря, какие же причины этого могли, помимо метеорита? Ну, во-первых, уже взрыв сверхновой, близкий взрыв сверхновой, о котором я раньше рассказывал, но произошедший, допустим, не как взрыв алголя на расстоянии 30 парсек, а в нескольких парсеках от Земли. То есть, когда мощность этой и концентрация частиц пыли была выше гораздо, и скорость чуть-чуть повыше, ну, соответственно, энергия больше, и отсюда гигантская волна такая. В принципе, могло быть и это. Дело в том, что скорость вращения Земли непостоянна. Но эти изменения происходят настолько медленно, что за время существования человеческой цивилизации мы даже не способны оценить этот процесс. Причем изменение скорости напрямую связано с изменением структуры земной коры. В тот момент, когда тектонические платформы начинают движение, происходит постепенное изменение самой формы планеты. Последнее такое глобальное изменение, по расчетам ученых, произошло примерно 10 миллионов лет назад. Этот процесс напоминал отгибание лепестков у цветка. Тогда Земля буквально сплюстнулась. Если представить себе фигуриста, вращающегося на льду, то можно легко представить себе и этот процесс. Скорость вращения фигуриста резко увеличивается, когда он прижимает к себе руки, разведенные до этого в стороны. С Землей произошло то же самое. И она резко увеличила скорость своего вращения. Полный оборот вокруг своей оси ускорился с 30 до 24 часов. То есть до длины суток. Земля начинала раскручиваться, и ее начинало сжимать. И вот за счет этого сжатия земля начинала трескаться. У воды появляется путь, по которому она в эту трещину, заполненную раскаленной магнью, может попасть. И вот чем больше туда попадало воды, тем больше размывало вот эту вот промоину. И в какой-то момент вода хлынула туда достаточно мощным потоком. Конечно, это сокращение суток шло еще почти миллион лет. Процесс не был одномоментным. И именно тогда и оттаивали ледники. Так как при 30-ти часовых сутках колебания дневных и ночных температур значительно больше, чем при 24-х часовых сутках. И кроме того, движение коры заставляло перемещаться огромные массы воды. Что и становилось причиной затопления больших или меньших частей суши. А периодически всей поверхности планеты. То есть происходило то, что мы и называем теперь всемирными потопами. Потопы у нас идут постоянно. Поскольку у нас постоянно меняется наша планета. Единственное, что сейчас она изменяется медленно. Многие исследователи считают, что вода полностью затапливала все континенты не один раз. Первым такую версию в начале 18 века выдвинул британский геолог Джон Вудворд. Он считал, что пласты осадочных пород, которые находятся в слоях грунта, прямо указывают на то, что Землю затапливают с четкой периодичностью. Но только рассчитать, как часто это происходит, Вудворду не удалось. По мнению этого ученого, виновником потопов всегда становится Луна. Когда ее орбита изменяется, уровень океана на Земле резко поднимается. Собрать доказательства и подтвердить теорию этому ученому не удалось. То, что не смог сделать средневековый ученый, сделали современные исследователи. Сегодня официально доказано, наша планета глобальные катаклизмы переживала не раз. Причем это были катаклизмы такого масштаба, что они начисто меняли предыдущий облик Земли, каждый раз стирая следы прошлой жизни. Именно этот факт натолкнул ученых на мысль о том, что мы сегодняшние далеко не единственная цивилизация Земля. Вполне вероятно, что нашу планету населяли до нас совсем другие жители. Просто все следы их существования в первородный пепел превратились еще миллионы лет назад. Мы же имеем достоверную информацию только о последних двух потопах, которые произошли относительно недавно. Просто надо разделить два вида потопов. Потоп такой быстрый, скоропостижный, вызванный либо импактным событием, когда у нас падает метеорит и накрывает сначала в атмосфере Земли, появляется такое количество влаги, что дня 3-4 льет дождь. Это если очень сильное импактное событие было. А следом за этим идет цунами. Но не такой цунами, который вследствие землетрясения прошло 2-3 раза, разрушил прибрежную часть и остановился. А серьезные цунами уже высотой до 50-100 метров никто не видел эти волны. Они уже накрывают целые территории и позволяют организовываться даже морям локально. Кроме метеоритов могут быть землетрясения, извержения вулканов. Настоящий герой. Ной. Реальная фигура или собирательный образ? Ной в ковчег был абсолютно точно, и он был реальным средством спасения. Самая правдивая история на Земле. Неужели всемирный потоп был в реальности? В истории Земли было 6 таких вот сравнимых с этой, или даже более ужасных катастроф. Учитесь плавать. Стоит ли человечеству готовиться к следующему потопу? Мы лишь этап на протяжении эволюции Земли. Самому знаменитому библейскому потопу предшествовала катастрофа, случившаяся примерно 18 тысяч лет назад. Согласно предположениям некоторых исследователей, именно тогда и погибли древнейшие процивилизации планеты Земля. Уровень мирового океана поднялся примерно на 70 метров и уничтожил все население Атлантиды, Гипербореи, Лемурии и Пацифиды. Все обитаемые островки цивилизации на Земле были затоплены. Спастись удалось буквально единицам из представителей этих древнейших высокоразвитых цивилизаций. Соответственно, человечество в цивилизованной его форме прекратило свое существование. Оно было отброшено в своем развитии к первобытным формам. В истории Земли было шесть таких вот сравнимых с этой, или даже более ужасных катастроф, когда вымирала большая часть видов. Если еще в начале 20 века реальность библейского потопа вызывала вопросы, то сейчас биологи, геологи, физики и исследователи древнейшей истории планеты дают однозначный ответ. Потоп, описанный в Библии, был. Но почему последний потоп, известный человечеству, не отбросил нас в каменный век? Как считают эксперты, это случилось потому, что библейский рассказ соответствует реальности на 100%. Спастись удалось и всякой твари по паре, и людям. Вода пребывала и пребывала. Люди вынуждены были спасаться. Но пребывала она медленно. Многие успели переместиться на более высокие точки. Наверняка это был ужасающий опыт. Одним из главных доказательств реальности потопа исследователи называют мифы и легенды разных народов мира. Согласно датировке, основанной на анализе библейских текстов, потоп произошел около 7 тысяч лет назад. За 5 тысяч лет до Рождества Христова. При этом затопление земли описано не только в Библии, но и в мифах, сохранившихся в разных странах. В Греции, Индии, в Бразилии и Океании, практически у всех цивилизаций древности, есть легенды об этой величайшей катастрофе. Эти легенды похожи. Они повествуют или о Ное, или же главными героями являются Ноа, Нууа, или другие герои с похожими именами. При этом этот главный герой спасается вместе со всеми своими потомками. Согласно легендам, герой строит специальный корабль, на котором пережидает потоп. Каждый народ, по сути дела, имеет легенды о всемирном потопе. И все они, эти легенды, они очень схожи. Начался потоп сначала с колоссальной жары, когда все горело. После этого, после вот этого ливня, естественно, потоп, как вот уже моря вышли из берегов, затопили все на свете. Вот, в Библии, значит, потоп, он связан как раз вот с Ноем, да, берега Ноя. Вот, ковчег, значит, Ноя. Вот, индийская, да, там, значит, ману и его этот волшебный карп, да, который, фактически, тоже, как у него ковчег, да, только ковчег, который на буксе, который буксирует, как будто тот рыба-карп. В конце декабря 2012 года мир смог убедиться в том, что плавсредство, описанное в Библии под названием ковчег, могло существовать в реальности. И более того, могло спасти людей и животных, как это описывает древнее предание. 60-летний голландский плотник Йоханн Хуйберс с помощью команды энтузиастров построил точную копию ковчега. Хуйберс начал строительство в мае 2008 года в гавани городка Дордрехт. Там же корабль был спущен на воду. Голландский ковчег точно соответствует библейскому описанию. Имеет длину 133,5 метра. Это 300 локтей. В ширину корабль достигает 22,25 метра, то есть ровно 50 локтей. Его высота 30 локтей, то есть 13,35 метра. Хуйберс даже разместил на своем ковчеге каждой твари по паре. Это пластиковые манекены животных. По расчетам создателей, ковчег может вместить около полутора тысяч человек. Получается, ковчег реально существовал. Он действительно мог оставаться на плаву во время потопа. И стать укрытием от стихии, позволившим сохранить человеческую цивилизацию. Но и в ковчег было абсолютно точно, и он был реальным средством спасения. Мало того, мой был человек, к которому пришел во сне Бог и сказал, строй, будет большая вода, строй ковчег. Он был таким провидцем. Просто суда, которые находились в этот момент в море, они или около берега, они, собственно, стали новым ковчегом. Но почему потопы на Земле происходят? Что является их причиной? И почему они повторяются? Несколько теорий объясняют возможные причины этого явления. Одна из вероятных причин – приливная волна со стороны некоего достаточно массивного небесного тела, которое прошло в непосредственной близости от Земли. Но откуда такое небесное тело могло взяться в Солнечной системе? И куда оно впоследствии делось? Часть экспертов говорит о влиянии на Землю загадочной планеты Нибиру. Сторонники этой версии заявляют, что Нибиру оказывается рядом с нами раз в 3600 лет. Но такие сроки не совпадают с датой, например, Библейского потопа. Никаких близких прохождений больших небесных тел рядом с Солнечной системой в обозримом прошлом не было, говорят астрономы. Кометы же и астероиды создать столь мощную приливную волну не способны. Именно поэтому такая версия рассматривается лишь как одна из возможных и пока неподтвержденных. Это сложно представить, но тем не менее мы должны понимать, что мы лишь этап на протяжении эволюции Земли. По одному из сценариев, разработанных астробиологами и астрофизиками, следующий потоп Землю может ожидать в 2100 году. По мнению ученых, его причиной может стать смещение земной оси, свидетелями которого мы являемся уже сейчас. Думаю, если этот прогноз верен, строить новый ковчег человечеству стоило бы начинать уже в ближайшем будущем. Ведь во времена Ноя все население Земли насчитывало около 5 миллионов человек. А через 90 лет, если ничего не изменится, нас будет около 20 миллиардов. Так что плавучие города, леса и поля, да и вообще плавучая планета – это не такая уж выдумка фантаста. Впрочем, поживем увидим. На территории заблуждений вместе с вами был Игорь Прокопенко. Я желаю вам космического счастья, вселенской удачи и вечной любви. До встречи на просторах Вселенной уже в ближайшую субботу в 10.30 и в следующий вторник, как всегда, в 20.00.